В этой песне, написанной горшком, раскрывается любовь к природе, что как нельзя лучше подходит к премьере короткометражного фильма «Домой», который молодежный центр кинематографистов Алтая снял в селе Ая и на территории Бирюзовой Катуни. Дмитрий Шарабарин придумал сюжет буквально за час после того, как стал режиссером картины. Произведение сняли еще в 2021-м, и это вообще чудо, что этот фильм вышел. Помимо того, что сценарий менялся во время съемок, случалось множество форс-мажоров. Все артисты, которые участвуют в фильме, встретились за день до съемок. Что у нас в одной сцене был запланирован один артист, он заболел ковидом. Мы в ночь из съемочной группы просто взяли человека, и он сыграл роли. То есть там таких моментов было очень много. В центре драматического роуд-муви конфликт отцов и детей. Дедушка уходит из больницы домой, в лес. А Аржан и его взрослая дочь Алтынай, несмотря на разногласия, объединяются для его поисков. Эксперты отмечают, что хоть фильм и собрал много клише, трогает он до глубины души. Особенно поражает игра молодых актеров. Проб не было. Я просто хотела получить автомат по актерскому мастерству, по дисциплине. И нам сказали поучаствовать ради пятерки, поучаствовать в конкурсе стихотворения рождественского. И я заняла какое-то место, я не помню. И там мы как раз познакомились, и меня позвали сниматься. Вообще молодежи на съемках было много, поскольку это был один из пунктов гранта. Поэтому коллектив получился не очень опытный. Юные кинематографисты преимущественно помогали основной съемочной группе и занимались организаторскими моментами. В одной из сцен снялись даже школьники. Кстати, помимо Алтайского края, фильм показали в Москве, Горноалтайске и на восьмом арктическом международном кинофестивале «Золотой ворон». Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком.